Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря американская статистика по рынку труда. В 12.30 по GMT ждем традиционный блок релизов Non-Farm Perils, общее количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, динамика по уровню безработицы и темпом изменения заработных плат. Этот релиз имеет принципиальнейшее значение для американского регулятора в оценке условий, необходимых для изменения национальной монетарной политики. Для нас, для трейдеров, для спекулянтов, для инвесторов это та статистика, которая помогает понять, в принципе, какого вектора будет придерживаться Федрезерв в вопросе процентной ставки. И я надеюсь то, что сегодня, когда выйдут данные по Non-Farm Perils, наверное, как и любой покупатель доллара, эта статистика сможет поддержать позиции американской валюты, потому что еще один сильный отчет станет подтверждением того, что американская экономика, пусть не такими, как хотелось бы, но все-таки высокими темпами продолжает набирать обороты. Это будет признаком перегрева экономики, это будет признаком того, что здоровый рынок труда должен логичным образом стимулировать и рост потребительской активности. Потребительская активность будет вносить положительный вклад в разгон индекса потребительских цен, то есть инфляции. И опять приходим к тому, что в текущих условиях не просто так, ведь в американской экономике основной индекс потребительских цен растет уже на протяжении трех месяцев подряд. Я прямо без нетерпения жду апрельские цифры, но учитывая, сколько мы получили предварительных индикаторов от данных по роничным продажам и заканчивая индексом PC, индекс расходов на личное потребление, скорее всего, мы увидим очередной месяц прироста инфляции, что позволит нам уже попробовать порассуждать на тему того, что американский регулятор может перенести снижение процентной ставки с сентября вообще на конец этого года. И такими темпами, кто знает, возможно, мы придем к идее, которую ранее анонсировали еще аналитики Сити о том, что в этом году американский регулятор вообще не сможет себе позволить что-либо сделать с ключевой процентной ставкой, потому что только лишь ее ограничительный уровень сейчас хоть как-то оказывает давление на показатели инфляции. Помимо данных по рынку труда в 14.00 по GMT тоже будет очень важный отчет, это индекс активности в сфере услуг США. На сферу услуг приходится львиная часть вклада в динамику ВП, поэтому на этой неделе, когда мы получили слабые данные по производственной активности от СМ, я предложил вам особо не негативить по этому поводу, потому что промышленность это не единственный драйвер для востоамериканской экономики. И, скорее всего, мы можем получить довольно неплохой отчет по сфере услуг, который компенсирует весь негатив из производственного сектора. И сегодня действительно, по прогнозам, нас ожидает очередной рост активности в сфере услуг. Индекс точно окажется и останется, скажем так, в зоне роста, что под закрытие торговой сессии после данных по Non-Farm Perl сможет придать дополнительное ускорение американскому доллару. Индекс доллара сейчас торгуется на отметке 105.10. Только мы начали привыкать к тому, что индекс обосновался выше 106 пунктов, как вот несколько дней идут распродажи, которые, честно говоря, очень тесно коррелируют с динамикой японской иены. Но, в конечном счете, трейдерам придется фокусироваться на фундаменте американского происхождения, а он, как мы понимаем, указывает на то, что ничего не изменилось в фундаменте, и все те факторы, которые ранее разгоняли американскую валюту, они будут и дальше влиять на то, что происходит с долларом. Американский регулятор по итогам заседания на этой неделе сохранил процентную ставку на уровне 5,5%. Мы тезисно уже вчера разбирали, что было сказано руководству американского регулятора, но я думаю, что самые главные тезисы вы ловили. То, что в текущих условиях нет оснований для изменения монетарной политики, то, что руководство американского регулятора сомневается в том, что инфляция все-таки получит развитие в плане нисходящего движения в ближайшие месяцы, нет гарантии того, что индекс потребительских цен все-таки в ближайшее время, даже в перспективе ближайшего года стабилизируется в районе целевого значения в 2%. Да и сам Паул сказал, что он уже не так уверен в том, что индекс потребительских цен быстро вернется к этому целевому значению. Между строк, опять же, читалось то, что представители американского регулятора, наверное, даже не удивятся, если до конца этого года индекс потребительских цен так и останется повышенным. Как я отметил в начале своего выступления, очень много предварительных индикаторов, которые указывают на то, что именно так оно и будет. Сегодня по рынку труда. Нон-фармы. Количество новых рабочих мест, прогнозы их увеличения в прошлом месяце на 243 тысячи. Это ниже, чем было два месяца назад, когда рост состоял от 303 тысячи. Но все равно достойный показатель. Уровень безработицы останется на прежнем уровне. Значение 3,8%. Динамика заработных плат может чуть-чуть скорректироваться, в годовом выражении, с 4,1 до 4%. И все равно 4% – это тот показатель, который позволяет как раз конвертироваться в более высокие показатели по личным расходам, что влияет на потребительскую активность и, опять же, стимулирует повышение инфляции. Я от отчетов, опять же, жду сегодня. Если будут сюрпризы, то, скорее всего, будут только лишь положительные. И этот блок данных может придать достаточный импульс для ускорения американскому доллару. И по индексу АСМ 52 пункта ожидается, рост 51,4. Как уже отметил, еще один сильный релиз из США может упрочить уверенность инвесторов в том, что американская экономика уже во втором квартале покажет более достойные показатели динамического восстановления. Золото – 2300 долларов за тройскую унцию. Так и не осложились условия для того, чтобы я вам конкретно рекомендовал сделку. Я рассчитывал на то, что у меня будет хороший уровень подсвечен благодаря рыночному сантименту, с которого можно будет шарить. В целом, тенденция пока остается медвежья, но нужно искать себе подсказку со стороны сантимента. Пока настроение, собственно, как и неделю назад, 50 на 50. И рынок до сих пор не может определиться. Может быть, изначально ему хотелось сначала пережить заседание Федрезерва, а потом нонфармы. И после уже этих данных еще раз переосмыслить свою оценку того, что может происходить с американским долларом. Доллар канадец 1,3664. Вчерашнее выступление Маклима. Следующие тезисы – то, что политика Банка Канады будет существенно отличаться от политики Федрезерва. Ну, мы это и так знали. Но Маклим дал понять, что в текущих условиях у Банка Канады есть гораздо больше оснований и возможностей для того, чтобы смягчать экономическую политику, в отличие от Федрезерва. И, скорее всего, Банк Канады это сделает в июне. Я вам об этом говорил, готовил заранее. Поэтому, в целом, перспектива смягчения экономической политики в Канаде вкупе со снижением цен на нефть – это те же самые условия, что и были в начале недели для того, чтобы пара доллар-канадец сохранила бычью динамику. Доллар-иена – уже 153 иены за доллар. По сути, с максимума, который мы видели на открытии понедельника, уже минус 700 пунктов. Я предупреждал то, что если Банк Японии вмешается, это уже будет спекулятивное, точнее, систематическое влияние на курс со стороны японских монетарных властей, потому что они дадут понять, что уже не хотят видеть японскую иену существенно дешевле, чем 160, в данном случае, против американского доллара. Я думаю, что не нужно никому объяснять, что движение пары доллар-иена в понедельник, что в среду было вызвано вмешательством регулятора, то есть интервенциями. Я думаю, объем каждой из них состоял около 5 триллионов иен. По крайней мере, анализируя динамику показателя торгового, точнее, платежного баланса, мы убедились в том, что в понедельник точно эти интервенции были объемом в 5 триллионов иен. Соответственно, может быть, у вас есть альтернативная точка зрения, относительно того, что в любом случае спекулянты вытащат пару доллар-иена к прежним максимумам, но я все-таки в этом сомневаюсь. И уверен, что если будут предпосылки для того, чтобы пара вернулась к прежним многолетним максимумам, все-таки Банк Японии не сможет отказать себе в очередном проявлении вот этой решительности. Поэтому Банк Японии, Минфин перешли от слов к делу, теперь будут оказывать поддержку курсу японской иени. Мы должны быть к этому готовы, должны это понимать. Поэтому долгосрочная отработка нашей рекомендации, того, что пара доллар-иена в конечном счете придет к уровням значительно ниже 140 или даже 130 уже началась. Рынок нефти 83.92 по-прежнему ожидания дальнейшего снижения к поддержке 80 долларов. И факторы те же самые запасы. США геополитика, доллар, ухудшение экономических перспектив Китая и рост добычи и, соответственно, экспортных поставок со стороны США. Прям не вижу позитивных моментов, поэтому не будем их выдумывать. Останемся верны прежнему прогнозу. Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok